Самые пушистые кролики в мире я тебе сейчас покажу. Меня зовут Дарья, я кролла-няня и работаю в антикафе с кроликами. Подписывайся на наш канал и ты узнаешь все об этих пушистых существах. Ангорские кролики – рекордсмены пушистости. Если вы вдруг у кого-нибудь в гостях увидите бегущее по полу пушистое облако, то, скорее всего, это будет именно ангорский кролик. Этот вид кроликов является самым пушистым среди всех грызунов. И даже если взять их с собратьев ангорских кост, то и тут у пушистости ангорских кроликов нет конкурентов. Ангорские кролики являются одной из старейших пород, которых разводили в Турции. Она за нами в честь столицы Анкары, ранее называвшейся Ангора. Мягкая шерсть кроликов может достигать в длину 25 см. Она состоит из редкого остевого волоса и мягкого подпушка. А крас может быть у них любой. Ангорские кролики – симпатичные животные, с маленькими, чуть округлыми ушками и слегка приплюснутой мордочкой. Длинная мягкая шерсть придает им сходство с большим пушистым шариком и используется для производства вязаных изделий. Благодаря забавной внешности, дружелюбному и покладистому нраву, их массово выращивают не только для текстильной промышленности, но и также в качестве домашних питомцев. Разновидностей ангорских кроликов множество. Самые распространенные – это английские, французские, германские, пуховые, русские карликовые ангоры, гигантские и атласные. Наш зефир – это помесь французского баранчика с ангорской длинношерстами. Интересно, что селекционеры продолжают трудиться над созданием новых разновидностей ангорских кроликов, так что их становится все больше. Ангорские кролики очень дружелюбные и игривые. Они практически не издают шума, но боятся резких и громких звуков. Общительные ласковые зверки прекрасно ладят с людьми и крайне редко кусаются. Ангоры плохо выживают со своими сородичами, но при этом прекрасно соседствуют с хомяками, кошками и собаками маленькими неохотничьих пород. При правильном уходе ангорские кролики живут в среднем 5-7 лет. Они имеют низкий иммунитет, поэтому подвержены стандартным вирусным инфекциям. Их важно вакцинировать строго по графику и своевременно обрабатывать от паразитов. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия им необходим гигиенический уход и полноценное кормление. Чтобы сохранить здоровье питомцев, необходимо их регулярно вычесывать. Не реже трех раз в неделю, а лучше ежедневно. Для этого используются специальные пуходерки. Кроме регулярных вычесываний, животные периодически выщипывают. А также некоторые породы ангорских кроликов нужно ежепартально стричь. У пушистых кроликов очень быстро отрастают когти. Поэтому, чтобы ангоры не испытывали дискомфорта, им необходимо делать маникюр раз в две недели. Для обрезания кроличьих когтей используются специальные кусачки. Ангоры очень осторожные, но весьма сообразительные животные. При правильном общении он очень быстро привыкает к человеку. А чтобы кролики запомнили быстрее ваш запах, нужно их постоянно гладить и давать вкусняшки. На сегодня я с вами прощаюсь. Приходи к нам в гости в Зайкафе, чтобы узнать еще больше интересного про кроликов. А также пиши свои вопросы в комментариях под этим видео. Я обязательно на все отвечу.